Всем привет! Друзья, я вам говорила недавно, что я вырезаю зеленые ветви у своих пестролистных филодендронов. Вот это ростики филодендрона бурлимакс варигатный. Он дает некоторые ветки зелеными, я их вырезаю. Не хочу, чтобы он прям совсем зелень ушел. В этот раз получилось у меня много, видите, отросточков. Ну и мне куда так много девать, вернее не так я сказала. Даже если мне их на продажу, оставлять их все равно много, поэтому я хочу себе посадить вот в большой горшок несколько штучек и поставлю под лампу и пусть растут. И мне даже интересно, что будет с ним впоследствии. Сможет ли он, живя вот таким зеленым, дать какие-нибудь пестролистные веточки. Здесь вот немного корней, но я все равно хочу уже посадить. Вот корешочек, вот корешочек, вот корешочек. Лист вот этот можно обломить, он не нужен вот этот маленький. Даже вот этот лист можно обломить, но я не буду, я его посажу сейчас вот так. И я два фикуса своих так вырезала. Вот этот Бурли Макс. И еще у меня есть Санрайс. Сиам Санрайс. Тоже варигатная форма, которая тоже уходит, куда он уходит? В зелень. Я специально взяла вот такой горшочек побольше, чтобы посадить погуще. И пусть они растут и меня радуют. Тут прям вообще хороший черенок, да? Смотрите, сколько корней тут. И вот ростики новые. А как же мне лучше вот так, наверное, посадить лучше. Пока я посажу, вот грунта будет столько, сколько есть, засыпать под завязку не буду. Я просто тот грунт, какой есть, уплотню, потому что горшок и так большой. Но я так как много ростков насажаю от росточков, будет кустик пышный, в принципе, они будут пить хорошо, да? И постепенно потом землю подцеплю, как они подрастут. Сейчас вот хочу еще один выбрать. Черенок какой-нибудь посильнее. А те вот, а вот эти вот, которые еще останутся, я посажу отдельно по... Ну, тут, наверное, ничего из этого не будет. Вряд ли вот отсюда что-то вырастет, потому что тут... Да, вот, мне кажется, не будет ничего из этого. Просто листик, видно, выломался. Вот этот, наверное, я посажу сейчас с ростиком, с большим. Три. Почему посажу три? Потому что сюда же я хочу посадить... Ой. Сюда же я хочу еще посадить и санрайз. И чтобы у меня два филододрона разных были в одном горшке. Очень интересно, когда-нибудь у них хоть один листик сможет вылезти. Вообще, некоторые говорят, что со временем могут появиться варигатные росточки, там листики. Ну, не знаю, мне они и зеленые, в принципе, нравятся. Так, сейчас я эти пока поставлю. Сейчас мы горшок оформим, а потом уже будем сажать. Так, и санрайз, вот у меня два череночка. Тоже они, в принципе, уже росточки дали. Уже можно сажать. У меня отдельно есть уже вот такие зеленые черенки санрайз растут. Но я их на продажу потом выставлю. Бурли Макс отдельно у меня есть и санрайз отдельно есть. Я их потом выставлю на продажу, как излишки. Просто я хочу, чтобы они подросли побольше, стали поинтереснее, покрасивее. А мне, конечно, зачем столько. Но вот этот горшок мне захотелось это. Посадить их разное в один горшок, понаблюдать. Как только они здесь укрепятся и начнут подрастать. Наберите терпение. Вот. Как только они укрепятся и начнут подрастать уже побольше. Так уже будет заметный хороший кустик. Все встанет здесь. Как-то вот этот плохо держится у меня. Я его, видите, кладу, чтобы вот этот корень захватился там, прихватился в земле. Получается, я его лежа сажаю, и он пружинит, не держится. Как-то мне не нравится. Как мне тебя направить в обратную сторону, наверное, направлю сейчас. Вот. Вот. Как-то боком было некрасиво. В обратную сторону вот так. Потом он выпрямится. Вот так будет и симпатичнее, и поудобнее. Все. Вот так. будет сидеть. Я его сейчас поставлю. У меня в кабинете есть там полочка с подсветкой. Внизу у меня стоят уже другие фелдендроны. И этот я сейчас туда отнесу, поставлю, и пускай растут. Вот. Хочу много-много зелени. Так. А эти сейчас мы будем вот так в стаканчике сажать. Сейчас посажу, покажу вам свои санрайз, раз уж я их сажаю, про них говорю. Сейчас я вам их и покажу, какие они у меня маточники, от которых мне приходится срезать, вырезать. У новый зал тьку на ней. У horizon тькула. горшок я не поливаю там у меня влажная земля я тоже сегодня пересаживала филодендрон другой пересаживала в маленький горшок поэтому вот решила горшок остался посадить большие земля там влажная я ее не буду поливать его а вот эти горшочки у меня с землей они сухие поэтому их надо будет полить вот этот бурли макс он красиво растет даже и но просто красивые листья у меня есть зеленый сорт бурли макс они очень красивые листья прям такие блестящие яркие сочные он растет прям очень хорошо поэтому даже если не будет вот эти вот черенки выдавать не будут даже если пестролистные листики они все равно очень красиво растут как я подгадала прям стаканчиков мне хватило ровно и польем и вот смотрите друзья как я поливаю по чуть-чуть наливаю вот так сверху и потом что жду когда вот пропитается и смотрю оставляю там на несколько минут если дошло например вот досюда я вижу что до конца не доходит я потом еще подливаю в общем я смелью сразу много потому что если сразу много налить через сухую воду вода проходила через сухую землю вода проходит сразу на дно а потом еще верхнем действует пропитывается и потом нижний начинает пропитывается получается переувлажнение поэтому лучше вот так лучше подождать не спешить сейчас они постоят напитаются пропитаются и тогда вот еще раз этой баночки польем ну а пока у нас пропитываются вот эти стаканчики пока там увлажняется грунт я принесу как обещала два своих филадендрона варигатных барли макс и 7 sunrise покажу вам что они все представляют на данный момент отца нравится варигатного друзья у меня осталось только один варигат на отросток это вот что я успела с него срезать когда он весь пошел в зелень оставался один на нем от росточка вот такой вот это вот ветка была верни как вот отсюда видите срез я зелень удалила а там дальше пошли опять зеленые и я решила вот эту ветку с варигатным листом отрезать и укоренить отдельно я ее укоренила и вот она мне варигатный сдала варигатный росточек и я теперь за ним слежу пытаюсь его вырастить и сохранить так но быстро и не быстро показала вот всем санрайс варигатный а теперь покажу вам сам горшочек санрайса что у меня тут вот веточка на который пестрый лист то же самое видите место среза вырезал я зеленую ветку а здесь идет пока непонятно вот этот лист зеленый чуть-чуть крапинки вот этот лист вроде бы как видите половинка наполовинку этот лист зеленый но чуть-чуть вот есть вкрапления вот тут сейчас что по развернется он какой-то стал у меня смотреть весь закучеряивался сразу несколько листьев растит так как-то что-то тут мне где начало где конец не могу я понять такое ощущение что два листа сплелись а вовсе не вот он никак не вылезал носик вроде как пестролистной но вот я не знаю горшок не сильно большой но живет считая питается только одна ветка потому что вот эти две веточки которые вот эти две ветки еще да вот веточка и вот они пока ничего не дали на них пока ничего не растет куда я ложку дело вот я как с них срезал и на них еще ничего не проснулась на этих вот черенках и пересаживать лишний раз как бы трогать мне его не хочется если честно тут не к чему у меня ее пришпилить это вот тут пришпили на это по идее вот тут должна быть пришпили на но тоже пока нечего пришпиливать если проснуться почки вот на этих отростках тоже пойдут расти то я вот этот к нему же подсажу сейчас пока почему не подсаживаю хочу чтобы он побольше и вырос и корневой тут особо незаметно как будет более видно корневую тогда я его сюда подсажу в общем всему свое время но вроде вот пестролист на вот этот отросток растет так что с этим не можно подливать еще водички чтобы пропитался потому что видите остановилась пропитка увлажнение остановилась это говорит о том что мало воды поэтому сейчас еще вот этот видите чуть-чуть совсем осталось спалить тоже чуть-чуть надо ну и тут капелюшечку тоже надо все больше не буду хватит так ну что сейчас бурли макс в регатной был у меня пушистый пушистый он и так вот видите какой хорошенький кустик и так посмотрите какой хорошенький кустик но если внимательно тут посмотреть я сколько повырезала здесь прям одни вот пеньки вот с этой стороны вот срезана вот срезана изнутри вот тут я вырезал они же видите как растут кучерява прям вот из одной и пазухи сразу несколько тро вот он срез пенек и и тут я когда вырезал их тут даже опасно вырезать потому что режешь один и есть гарантия вернее есть опасность срезать еще и вот по факту здесь у меня две ветки изначально изначально 33 вот она третья я даже не знаю мне вам тут показать их даже вот разлепить я не могу вот одна ветка вот вот так вот показать вот одна ветка вот вторая ветка вот она не перестараться бы с показом не отломить вот и вот третья ветка и вот на этих трех ветках тут ветвлений ужасно сколько на одной вот этой ножке тут растет 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 прям целая куча целая вот такая шапка и даже если бы были росточки не зеленые а вот такие пестрые их все равно периодически пришлось бы вырезать и укоренять отдельно потому что очень тяжело растению когда на одной тонкой веточке нарастает вот такая огромная макушка кучерявая растению очень тяжело поэтому поэтому их все равно приходится они прям плотно плотно растут их все равно приходится немножко разряжать вырезать я не знаю вот у кого бурлимакс варигат но у всех так растет или это у меня он так чудно растет но растение конечно шикарное растение конечно красивое тут вот еще есть зеленые листья вот это вот надо выломать листья вот это вот надо выломать листья зеленые этот пестренький немножко те немножко пестренькие пусть растут где-то еще вроде я видел совсем зеленый вот этот совсем зеленый видите листья тоже он совсем зеленый его нужно тоже выломать вот такие вот красавчики и и и и я закончила то что я хотела мне хотелось вам показать сколько черенков я срезала вот все что я посадила вот это да 1 2 3 4 5 и 3 я посадила в горшок это вот все я с него вырезала совсем недавно недели там 2-3 назад очень быстро дали корни очень хорошо укоренились поэтому пусть растут развиваются так что друзья в зеленом варианте будут излишки на уж вспомнит он про свои гены и сможет что-нибудь вам выдать впоследствии типа вот такого это я не знаю когда побольше нарастет у меня вот этих вот пестролистных я его конечно тоже буду опять разряжать вырезать и укоренять но это будет не в этом году друзья это вот к весне если все удачно будет к весне возможно бурлимакс в арегатные у меня и будут излишки так все закончила дела сейчас буду с вами прощаться на этом друзья у меня все посадка и обзор закончен с вами прощаюсь счастья вам и здоровья тепла берегите себя и своих близких с вами была я любовь садик цветов друзья до новых встреч на моем канале на моем канале